Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины. И сегодня я хотела бы поговорить с вами на тему, а как же сами аргентинцы относятся к новой волне русской эмиграции в Аргентину. Дело в том, что под моим последним видео, где я рассказываю о том, что произошло с русскими беременными женщинами, которые прибыли в Аргентину, чтобы родить и получить паспорт Аргентины для своего ребенка и впоследствии для себя. Под этим видео развернулись бурные дискуссии, в которые было втянуто в том числе очень много самих аргентинцев, где люди посчитали, что аргентинцам не нравится то, что сейчас в их страну едет большой поток русской эмиграции. А как же сами аргентинцы к этому относятся? Я выписала под этим видео абсолютно все комментарии, независимо от того, положительные они или отрицательные, потому что мы с вами хотим разобраться в этом вопросе и узнать мнение самих аргентинцев. Сколько из них, какой процент за то, что люди приезжают в их страну, кому это не нравится и какой процент людей, которым это не нравится. Смотрите это видео до конца, чтобы узнать мнение самих аргентинцев. А начать я хотела бы с рассказа вообще об истории русской эмиграции на территорию Аргентин. Дело в том, что иногда можно услышать мнение о том, что сейчас идет мощная вторая, третья волна российской эмиграции на территорию Аргентины. Нет, на самом деле сейчас Аргентина переживает уже шестую волну русской эмиграции. Так когда же это все начиналось и сколько русских сегодня проживает на территории Аргентины? Согласно неофициальным данным, на территории Аргентины сегодня проживает порядка 300 тысяч русских по крови. Независимо от того, в какой период они приехали, несмотря на то, какое у них гражданство. Дело в том, что русская эмиграция началась в Аргентину порядка 150 лет назад. И об этом я рассказываю на своих экскурсиях, рассказываю более подробно, так что кто был у меня на экскурсиях, об этом знает. Но те, кто слушает меня только по ту сторону экрана, хочу немножко так вкратце об этом пробежаться на эту тему. Итак, первая волна, большая волна русской эмиграции на территорию Аргентины, она началась в 1874 году, когда в России была введена обязательная воинская повинность. И вот те жители Российской, тогда еще Российской империи, кто не хотели воевать, кто не хотел брать оружие в руки, осмотрелись по сторонам и для своей эмиграции выбрали в том числе и Аргентину. И в основном это были поволжские немцы. Уже к началу 20 века на территории Аргентины насчитывалось порядка 45 тысяч поволжских немцев. Кстати, в одном из ресторанов, местных ресторанов, куда мы ходим с моими туристами поесть аргентинского мяса, нас обслуживает один из таких вот потомков той самой первой волны российской эмиграции в Аргентину по-волжский немец, о чем он с гордостью говорит. Но, правда, естественно, что ни одного слова по-русски он не знает. Вторая волна эмиграции с территории Российской империи приходится примерно на 1890-е годы, когда в Аргентину поехало очень много евреев с территории Российской империи. И к 1910 году на территории Аргентины насчитывалось уже порядка 100 тысяч евреев, которые прибыли в эту страну с территории Российской империи. И вот один мой знакомый аргентинец, еврей, мне рассказал вот такую историю. Я потом немножко еще поковырялась в интернете, нашла этому подтверждение. Дело в том, что эту волну, можно сказать, еврейской, правильно выразиться, еврейской эмиграции на территории Аргентины называли русской, поскольку люди пребывали с территории Российской империи. И вот всех этих евреев их тоже здесь назвали русскими. Но поскольку евреи, они умеют считать деньги, и приходя в любое заведение, в магазин, бар, ресторан, еще куда-либо, они всегда торговались. И вот в этот период складывается такое мнение о русских, что они всегда торгуются. И поэтому, если ты куда-нибудь до сих пор приходишь в Аргентине и начинаешь торговаться, у тебя спрашивают, у тебя спрашивают, ты что, русский? Это вот те традиции, которые начались еще больше ста лет назад благодаря еврейской эмиграции. Кстати, еврейская община на территории Аргентины одна из крупнейших общин еврейских за пределами, естественно, Израиля. Она, по-моему, третья или четвертая по численности. И сегодня на территории Аргентины проживает порядка 180 тысяч евреев. И в городе Буэнос-Айрес находятся три синагоги. Есть районы, да, которые проживают, где в основном проживают евреи. И Буэнос-Айрес был первым городом за пределами Израиля, где открылся первый кошерный Макдональдс. Я как-то у себя на Фейсбуке размещала фотографию из этого Макдональдса. Не пробовала я их бургеры, потому что я тогда там ела в соседнем заведении быстрого питания, не в самом Макдональдс. Третья волна российской эмиграции на территорию Аргентины датируется событиями, которые произошли на территории Российской империи в 1905 году, когда начинаются все эти революционные подвижки. И это как раз тот период, когда Аргентина переживает большую волну эмиграции из Европы вообще, да, со всех стран Европы, из Италии, Испании, Германии и так далее. Это тот период, когда на территории Аргентины прибывает порядка 5 миллионов европейцев. И примерно 4% этой волны, мощной волны эмиграции в Аргентину составляют выходцы с Российской империи. Это в основном были наемные, сезонные работники, которые выбирали Аргентину благодаря той рекламе, которая проходила в тот период со стороны аргентинского государства, да, когда раздавали земельные участки, и можно было приехать и начать вести свое фермерское хозяйство. Это была основная причина, которая привлекала россиян в начале 20 века на территорию Аргентины. Одним из выдающихся представителей Российской империи в тот период был чрезвычайный посол Российской империи на территории Аргентины господин Ионин. В этот период своей работы на территории Аргентины он проехался по всему восточному побережью и издал свой труд, который так и назывался по Южной Америке. И благодаря его усилиям на территории Аргентины укореняется православие. И вслед за этим, благодаря тому, что здесь есть православные общины, в Аргентину начинают приезжать и другие православные народы, другие славянские народы. Это сербы, черногорцы, болгары, поскольку они видят здесь свои религиозные корни на территории, казалось бы, католической страны. Но и в тот период, как и сегодня, Аргентина, она открыта для всех, независимо от вашего вероисповедания, независимо от вашего происхождения и так далее, о чем я постоянно говорю в моих видео. Кстати, в Буэнос-Айресе была открыта первая православная церковь на территории всего Южноамериканского континента. И произошло это еще в 1888 году. Настоящий же храм, тот, который мы сегодня видим на территории Буэнос-Айреса. И который всегда занимался помощью вновь прибывшим россиянам, был открыт в 1901 году. И вот в этот вот период, после 1905 года, в самый эпицентр этой третьей волны на территорию Аргентины прибывает порядка 100 тысяч россиян. Четвертая волна русской миграции на территорию Аргентины, она связана с революционными событиями 1917 года, с гражданской войной на территории, уже тогда формирующейся Советского Союза, и с Второй мировой волной. Поскольку это уже был не столь большой наплыв, как в начале 20 века, как бы это ни показалось странным, в этот период прибывает на территорию Аргентины меньшее количество людей. Во времена гражданской войны на территории Аргентины идет поток в основном белой миграции, и он не многочисленный, их там можно несколько сот насчитать. Но большой поток был после Второй мировой войны, когда на территорию Аргентины прибывает порядка 5-7 тысяч россиян. Хотя в тот период, в 1848 году, президент Аргентины Хуан Перрон говорит о том, что благодаря ему было перевезено на территорию Аргентины 10 тысяч выходцев из Советского Союза, и в основном это бывшие узники концлагерей. Все мы с вами знаем, что было бы с людьми, и что происходило с людьми, которые были узниками концлагерей на территории Германии и других стран Европы, что с ними происходило, если они возвращались в Советский Союз, поэтому вот эта волна после Второй мировой волны была более многочисленной. Пятая волна русской миграции на территорию Аргентины уже была в наши времена, и связана она с теми событиями, которые случились в конце 80-х, в начале 90-х годов, да, это перестройка, это когда закончился так и не построенный коммунизм на территории Советского Союза, и начался дикий капитализм, или это так называемая колбасная эмиграция. Она была не только в Аргентину, она была во все страны мира, когда открылись границы, и россияне хлынули наконец-то познавать мир, оставались в других странах, и на сегодняшний день Аргентина переживает уже шестую волну российской эмиграции. И здесь я хотела бы немножко зачитать о том, какие же известнейшие фамилии российской истории можно встретить на территории современной Аргентины, да, потомки каких известных семей проживают сегодня в Аргентине. Итак, в кругу российской эмиграции можно встретить правнуков первого российского канцлера Горчакова, внучку княгини Долгоруковой, родственников Пушкина, Тютчева, композитора римского Корсакова, потомков государственного и военного деятеля Меньшикова, фельдмаржала Кутузова, первого консула России в Аргентине Кеннингсена, художника Александра Бенуа, царской фрейлины Анны Вырубовой, промышленника и мецената Савы Мамонтова, известного путешественника, основателя первых русских поселений на Аляске Григория Шелихова, генерала фон Раненкамфа, фон Шварца, Алексеева. И в 1940-е и 50-е годы в городе Буэнос-Айрес проживала великая княгиня Мария Павлова Романова. Ну, а теперь давайте же поговорим о нынешней, о шестой волне русской эмиграции в Аргентину и что об этом думают сами аргентинцы. Итак, как я уже сказала, я под своим последним видео выписала комментарии аргентинцев, перевела это все комментарии, и положительные, и негативные. Итак, давайте же почитаем, что говорят аргентинцы о вновь прибывающих русских в каких-то неимоверных масштабах на территорию Аргентины. Фернандо пишет, что происходит, так это то, что 10,5 тысяч российских женщин, которые приехали сюда, получили паспорта, и 7 тысяч уехали. Они проходят процесс получения вида на жительство и уезжают из страны, и ждут, пока их вид на жительство будет открыт, они живут в другой стране, и это не одобряется аргентинским сообществом, потому что они используют Аргентину только для получения загранпаспорта. У нас, аргентинцев, нет проблем с приездом россиян, но они не могут использовать нас только для получения паспорта, потому что приехали три русских шпиона, получили аргентинский паспорт и были задержаны в Словакии с аргентинским паспортом, что поставило под угрозу наш статус принятия остальными странами, потому что они могут отменить въезд для аргентинцев в другие страны, если это произойдет еще раз. Если русские приезжают сюда жить, мы им рады, им двери открыты, но, пожалуйста, не используйте нас только для получения паспорта. Здесь он упоминает то, что вчера промелькнуло в местной аргентинской прессе о том, что в Словакии были задержаны российские шпионы, которые приехали в Европу по аргентинскому паспорту. Тут же ему оппонирует другой аргентинец по имени Марсела. Эти аргументы имеются в виду о шпионах, русских шпионах с аргентинскими паспортами. Эти аргументы исходят от отвратительных журналистов, которых мы имеем здесь, в этой стране. Они погружаются в эту тему и говорят что угодно. Я живу во Флоресе, это один из районов города Бонес-Айрес, и вижу русских по соседству. Мне кажется идеальным, что они приезжают сюда жить, если в их стране сейчас идет война. Еще один аргентинец без определенного имени. Я аргентинец. Я знаю о проблеме беременных женщин. Все задержанные в аэропорту женщины могут заехать в нашу страну, если они говорят, что они туристы. И если нет, не могут заехать, то должны сказать, что они беженки и хотят здесь укрыться от войны. И тогда конец всем проблемам. Просто не надо врать. В Аргентине нельзя препятствовать въезду людей. Поэтому остальные, он обращается к остальным, кто хочет из россиян приехать на территорию Аргентины, что не нужно бояться. Просто нужно говорить правду. Еще один комментарий. Леандро Себастьян. Со слов миграционной службы, это вызывает беспокойство. И прежде всего то, что многие приезжают, чтобы получить свои паспорта. Во многих случаях паспорт получается слишком быстро. Для чего они планируют провести расследование в федеральном суде. Имеется в виду миграционная служба. Она уже начала производить расследование и подает все данные в суд. И естественно, что миграционную службу Аргентины беспокоит тот факт, что получает паспорта и быстро уезжает. По словам миграционной службы, в Словении или Эстонии, здесь он пишет, что не помню где именно, были обнаружены российские шпионы с аргентинскими паспортами, что могло поставить под угрозу доверие и престиж аргентинского паспорта. Это то, чем озабочены аргентинцы в этой теме, что россияне приезжают в Аргентину именно для того, чтобы поиметь эту страну, только заиметь паспорта. Вот еще очень интересное мнение, тоже без имени, неопределенное имя, потому что многие регистрируются в социальных сетях, в том числе и в Ютубе, без своих имен. И это мнение созвучно, кстати, с мнением очень многих аргентинцев, с кем я непосредственно общаюсь живую. Идеальным было бы, если бы богатые русские сами начали инвестировать в новую русскую общину на территории Аргентины. Строить школы, сады, частные кварталы, рестораны русской кухни и так далее, и так далее, и так далее. И не только в Буэнос-Айресе, но и, например, в Кордобе, в Мардельплато и так далее. Как поется в песне «Добро пожаловать всем». Еще одно мнение. Леандро пишет. Глупо присваивать себе паспорт, чтобы позже сделать остановку в другой стране. Аргентинский паспорт престижен, о нем нужно заботиться. Не злоупотребляйте, пожалуйста, гостеприимством нашей страны. Это нехорошо. Уже достигнута точка, когда вам могут быть не рады здесь. Не делайте того, что сделали сирийцы и ливанские беженцы в Европе. Они никому больше там не нужны. Выводы, кстати, делайте сами. Да, вот, по-моему, прекрасные комментарии, которые не требуют дополнительных комментариев. Следующий комментарий от Серхио. «Я думаю, что это хорошо, что русские приезжают жить в Аргентину и помогают поднять экономику Аргентины». В ответ на это ему отвечает парень по имени Луис. «Мне тоже очень нравится, что русские едут в Аргентину, и я хочу жениться на русской». Девушки, делайте выводы. Следующий комментарий от Фернандо, который немножко как бы проясняет ситуацию, что произошло в аэропорту Эсейса. Здравствуйте, дорогие россияне. Позвольте мне сказать вам, что разрешилась ситуация с шестью беременными женщинами, задержанными в аэропорту Эсейса. Им разрешили прибыть на территорию Аргентины. Проводятся непрекращающиеся расследования, в ходе которых выясняется, стоит ли за приездом в Аргентину беременных российских граждан организация, которая наживается на сложившейся ситуации. Явно наше правительство заботится о безопасности прибывших в страну людей. Это то, что я только что видел в средствах массовой информации. То есть вот взгляд аргентинца, который рассматривает эту ситуацию так, что то, что сейчас миграционная служба и суд Аргентины занялся расследованием. А что же происходит? Почему идет вот этот массовый поток русских беременных женщин? Потому что сколько там называлось? Цифра 365 беременных женщин уже были опрошены в суде. И эти женщины рассказали о том, кто им помогает, сколько они платят. И поэтому миграционная служба Аргентины она озабочена тем, это то, что пишется в прессе, а не то, что я там придумаю или вот этот вот Фернандо придумал, что есть некая мафия, которая занимается трансфером российских женщин, беременных женщин на территории Аргентины, и что эти женщины, они просто могут попасть в руки мошенников о том, что эти женщины подвергаются какой-либо опасности. Именно поэтому и развернута столь обширная сейчас массовая операция по этому поводу с утра до вечера. Я знаю, и наши российские адвокаты, которые здесь проживают на территории Аргентины, выступают по этому поводу на аргентинском телевидении, так что сейчас здесь очень горячо в Аргентине. Дальше идет, развернулась дискуссия между несколькими аргентинцами. Я выписала только, что говорит один из них, и по его ответам понятно, о чем там пишут другие. Аргентинец по имени Иван, да, это, кстати, имя, оно популярное в Аргентине и в Испании, скорее всего, что, возможно, что его корни российские, но вот в Испании имя Иван стало популярным после Второй мировой войны. Так что имя Иван пусть вас не смущает. Вот что пишет Иван. В Аргентине так много незанятой территории, им нужно, имеется в виду русским, дать землю и позволить им оставаться на ней, чтобы развиваться, тратить свои доллары на строительство своих домов, иметь свои общины, как это делали испанцы, итальянцы, немцы, имеется в виду те, которые пребывали в конце 19-го, начале 20-го века. В Аргентине нам нужны жители. Это гигантская страна, полная ресурсов, но у нас очень мало населения. Это, кстати, правда, потому что и само правительство Аргентины, оно тоже обеспокоено этим вопросом. В Аргентине проживает порядка 45 миллионов человек. Из них 15 миллионов проживает в так называемом Гран-Буэнос-Айресе. То есть треть населения Аргентины сосредоточена в столичном регионе. И есть много программ в Аргентине для заселения южных территорий. То есть центральная часть Аргентины, северные районы Аргентины более-менее заселены. А вот практически вся Патагония это пустынная в отношении людей территория. Там более суровый климат. И правительство Аргентины постоянно выпускает какие-либо программы, которые стимулируют людей переезжать из столицы в южные регионы Аргентины. Именно об этом и говорит Иван в своем комментарии. Дальше ему начинают говорить о том, что не только ведь русская есть иммиграция, потому что приезжают другие, также иммигранты из соседних территорий. И тут Иван включает немножко национализма. Буду зачитывать, как оно есть, поскольку я знаю, что так думает очень большой процент жителей Буэнос-Айреса. Поэтому я, несмотря на свою толерантность и на то, что я вот такие высказывания не люблю, но я просто вам хочу показать позицию аргентинцев в этом вопросе. Вот что он пишет. Белые арийцы имеют хорошую генетику. Они приходят на нашу землю работать, то есть несут европейскую культуру. Соседние страны приезжают сюда, чтобы оккупировать уже заселенные территории, продавать наркотики, создавать свои поселения и получать наши пособия. Я не вижу, чтобы русские или итальянцы создавали свои поселения. Здесь имеется в виду Вижи, или как понятнее для тех, кто не был никогда на территории Аргентины, свои гетто. Когда была основана Лабока, один из главных эмигрантских районов на территории Аргентины, которая формировалась вот в ту самую большую волну европейской эмиграции. Так вот, что пишет Иван. Когда была основана Лабока, они заселяли тот район вплоть до Баракас. Имеется в виду в основном итальянцы. Они построили из стальных листов с кораблей свои дома и пришли работать. Он прям большими буквами выделяет. А не использовать социальные планы, имеется в виду пособия, и залезать в какие-то дыры, которые сами же для себя и устроили. И противостоять сообществам из других стран. Европейцы пришли возделывать землю. Они создали заводы и компании. У них другая культура и менталитет. И они пришли сюда не для того, чтобы получать крохи в виде пособий, а иметь свое социальное построенное общество и помогать своим общинам в стране и в целом. И это то, что я слышу много и от других аргентинцев. Люди Старого Света более зрелые. Они знают, что нужно работать и прогрессировать, а не заниматься ерундой, так как они очень далеки от своего дома. Им здесь нужно выживать в новой стране. Вот почему лучше, если заходят они. Им дадут землю в каком-нибудь поле, чтобы они могли построить свою общину и работать там. Аргентине нужно больше людей в этой стране. Мы огромная страна, но с небольшим населением. Вот таких вот русских ждут в Аргентине, и таким русским в Аргентине рады. Еще одно мнение от Рауля. Аргентина заинтересована в приеме иммигрантов, но чтобы они уважали наши законы, законы Аргентины. Если беременные обманывают или делают ложные заявления, власти могут отказать в любом подозрительном въезде в страну. Я не думаю, что в России законы более либеральны. То есть он говорит о том, что в вашей же стране могло произойти то же самое. Не настолько же вы либеральны, чтобы всех, кто обманывает, впускать на территорию своей страны. То, что Елена объясняет очень точно, в экстремальных ситуациях всегда находятся недобросовестные люди, которые пользуются чужой безысходностью. Здесь речь идет о помогалах и о том, что вот сейчас идет расследование, все ли честно в этой помощи, и не подвергаются ли наши женщины, приезжающие на территорию Аргентины, какой-либо опасности. Еще один комментарий, где нельзя определить имя комментатора. Как жаль, что русские используют нас таким образом. Имеется в виду, приезжают получить паспорт и уезжают в другую страну. Я читал некоторые комментарии на других российских каналах, и единственное, что их интересует, это как сделать, чтобы прожить два года и получить аргентинское гражданство для своего сына. И когда они его получат, то хотят покинуть Аргентину. И говорят об этом очень холодно. То есть имеется в виду без каких-либо эмоций. И прежде всего имеется в виду то, что ждут аргентинцы. Любви к своей родине, а ее нет. То есть просто такое расчетливое использование страны для получения паспорта, который котируется во всем мире. Они подвели меня. Все думали, что они, русские, приехали, чтобы избежать войны и найти свое место в этом мире, и найти мир в нашей стране. Теперь из-за них будут изменены законы, чтобы наш паспорт не обесценивался в мире, и другие страны, чтобы не наложили на нас вето, потому что его так просто получить. Тут понятно, да, о чем идет речь. О том, что аргентинцы обеспокоены тем, что их страну используют только для того, чтобы получить паспорт, который сейчас имеет хороший вес в этом мире. И сегодня по аргентинскому паспорту можно без визова въезжать в 176 стран мира. Если этот паспорт так легко получить, и вот уже началось его такое именно как использование, в плохом смысле этого слова, то да, неудивительно, что аргентинцы обеспокоены тем, что другие страны начнут вводить визовый въезд по аргентинским паспортам. Освальдо. Не знаю, как правильно, кстати, в этом имени ставить ударение. Если кто-то знает, напишите его там в комментариях. Здравствуйте. Пожалуйста, Аргентина всегда была страной иммигрантов. Я не понимаю, почему сейчас возникают эти препятствия для русских девушек. Пусть приезжают все те, кому нужно родить ребенка и поиметь за это аргентинское гражданство. Останавливают бюрократию. Пусть все русские братья приезжают. И добро пожаловать, сестры. Присоединяйтесь к нашему сообществу. В Аргентине вам рады и всем удачи. И да, в наших клиниках профессионалы высшего класса. Максимилиана пишет. Елена, я очень благодарен вам за то, что вы делаете для моей страны, для Аргентины, рассказывая своим соотечественникам хорошее о нашей стране. Объясните им, что в нашей стране рады всем русским, что мы уважаем всех иностранцев. Аргентина – страна, дружелюбно относящаяся к эмигрантам. И русских здесь будут любить, как еще одного вновь прибывшего аргентинца. Большое спасибо и поздравления за вашу работу. Привет всем русским и добро пожаловать в Аргентину. Вот это то, что думают на сегодняшний день аргентинцы о русской эмиграции. Я думаю, что здесь всем понятна основная мысль, что аргентинцам не нравится, что их страну используют для получения быстрого паспорта, и чтобы потом жить за пределами Аргентины, пользуясь аргентинским паспортом. И аргентинцы рады русским, которые приезжают сюда для того, чтобы построить свою жизнь. То есть приезжают сюда, чтобы здесь укорениться и начать новый этап своей жизни, рожать детей, строить дома, покупать дома и так далее, вкладываться полноценно как в экономику этой страны, так и в построение нового общества, в построение, вполне возможно, своих отдельных российских общин. Они, в отличие от некоторых наших русских, которые, ой, зачем вы приехали в эту страну и держитесь друг друга, хотите здесь Брайтон-Бич еще один создать. Аргентинцы к этому относятся нормально. Я, кстати, вот тоже начала ходить по субботам, где в одном из баров собирается много русских, но в приехавших, это настолько приятное общение, вот эта новая волна российской миграции, которые прибыли сюда примерно с октября, после вот этих всех событий, когда началась поголовная мобилизация, прибыло очень большое количество россиян, настолько приятных, с кем так приятно общаться. И вот я уже была на двух таких вечеринках. И, кстати, когда одному своему другу сказала, что я вот сегодня вечером пойду на такую вечеринку, он настолько был рад за меня и говорил, что когда его дед или прадед прибыли на территорию Аргентины из Италии, его дело пошло быстрыми темпами вверх, именно после того, как он начал сотрудничать со своими земляками, с итальянцами. И вот таких вот общин здесь много. Здесь же есть и российские общины старообрядцев, здесь есть немецкие поселения. Если мы будем ходить по Буэнос-Айресу, то мы видим китайский квартал, армянские есть кварталы, корейские кварталы, но туда лучше не заходить, боливийские кварталы и так далее. Почему-то вот выходцы из других стран, они не стрёмаются, они поддерживают друг друга, и в этом нет ничего плохого. Это очень хорошо, когда люди группируются. Вполне понятно, что очень многие из них прибыли без подготовки на территорию Аргентины. Они не планировали переехать, и поэтому большинство из них не знает испанский язык. Нужно время, чтобы выучить этот язык, а жить ведь на что-то надо. Да, у очень многих есть удалённая работа, но есть те, которые приехали сюда без удалёнки, кто вынужден работать руками, кто-то на территории России был офисным работником, и сейчас им нужно как-то вливаться в это общество. Поэтому лично моё мнение, что земляков нужно поддерживать. Вот мы сейчас с одним аргентинцем обговариваем план, и будем, скорее всего, для этой вечеринки делать клубы, разговорные клубы испанского языка без страха. Это будут бесплатные такие мероприятия. И, скорее всего, что на нашем канале тоже мы заведём такую рубрику, где будем рассказывать об особенностях аргентинского языка, небольшие уроки аргентинского языка, чтобы вы, сидя дома за компьютером, могли смотреть и углубляться в особенности аргентинского языка. Кстати, напишите, в каком бы формате вы это хотели видеть, интересно было бы вам это смотреть. А у меня на этом, пожалуй, сегодня всё. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте вот там внизу на колокольчик, чтобы вам приходили извещения о новых видео на моём канале. Оставляйте комментарии, как вы знаете, у меня есть рубрика, в которой я отвечаю на ваши вопросы. Чем больше ваших вопросов, тем чаще выходят мои видео, где я рассказываю вам на интересующие вас темы об Аргентине. На этом на сегодня у меня всё. Всем пока-пока. С вами была ваша Елена Вивас. До новых встреч на моём канале.